До 1 сентября осталось буквально полмесяца. Те, кто еще не собрал свое чадо в школу, успешно делают это сейчас. Благо сегодня в Ледовом дворце спорта открылся традиционный школьный базар. С ярмарочным ассортиментом познакомились наши корреспонденты. Традиционно на школьном базаре самый ходовой товар – это канцелярские принадлежности. С сентября по мае девять ближайших месяцев юные северяне проведут за партой. Поэтому ластики, линейки, тетрадки и ручки родители стараются покупать чуть ли не оптом. Берлинички берут хорошо, и тетрадочки тоже различные берут, папочки. Так определить точно, что нет. Ассортимент, я считаю, хороший у нас. Первокласснички берут, палочки счетные берут, карандаш. То есть берут все. Даже мы не ожидали сегодня, народ будет такой активный. Вот, смотрите, тоже сверху все хорошо, по спинночку прям по попочку. А все покупки надо упаковать в ранцы. Их ассортимент огромный. Девочки предпочитают розовые с котятами и мультяшными героями. Мальчики более строгие, серого тона в клетку. Главное, чтобы рюкзак был ортопедический, со специальной вставкой на спине. Для первых и вторых классов однозначно все берут вот такие рюкзачки, более комфортные, потому что там не вносит ни тетрадки, ни учебники. Для более старших классов берут уже, конечно, такие рюкзаки, сумки. Но на сегодняшний момент, конечно, больше используются запросом именно для первого класса. На ярмарке можно не только купить школьные принадлежности, но и записать детей в оздоровительные группы, спортивные секции, различные кружки и клубы. Детям заниматься танцами, особенно в первом классе, очень важно. Это еще один род деятельности, который помогает разгрузить эмоциональную их составляющую, потому что в школе очень важна дисциплина, появляются новые предметы, трудности. На танцах они могут выплеснуть свои эмоции, показать энергетику и получить удовольствие от занятий. В этом году организаторы ярмарки «Здравствуй, школа!» отмечают рекордное количество участников. Свою продукцию представили порядка 100 компаний. Школьный базар будет работать до 31 августа ежедневно с 11 до 19 часов. Субтитры создавал DimaTorzok